В Твери из-за разлива нефтепродуктов в реке Тьмаки был введен режим повышенной готовности для органов управления и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Такое постановление подписано главой города 11 мая. К ликвидации ЧП приступили специалисты, а правоохранительные органы выясняют источник, откуда произошел сброс горюче-смазочных материалов. Сейчас картина места происшествия выглядит вот так. Маслянистые разводы вдоль берега, а если спуститься вниз, ближе к воде, то можно ощутить резкий запах мазута. Тут же находится и труба, через которую проходит сброс ливневых вод. Именно через них горюче-смазочные материалы, скорее всего, и попали в водоем. Первыми тревогу забили жители Пролетарского района. Именно они заметили в акватории реки Тьмаки странное маслянистое пятно. Моментально на сообщение отреагировали МЧС России по Тверской области, Министерство природных ресурсов и администрации города. Первая майская роща является особо охраняемой природной территорией. По сообщению городских властей, на месте происшествия специалисты провели обследование. Они тоже склоняются к версии, что нефтепродукты могли попасть в водоем именно через ливневую канализацию. А также приняты меры для того, чтобы остановить распространение масляного пятна. Вдоль русла реки установлено боновое заграждение. Поверхность воды обрабатывается сорбетом, который впитывает и нейтрализует действия нефтепродуктов. 10 мая в природоохранную прокуратуру поступила информация о маслянистой пленке на поверхности реки Тьмаки. По данному факту Тверской, межрайонной природоохранной прокуратурой, была организована проверка. Устанавливаются причины, обстоятельства произошедшего. К расследованию подключили следователи. Они устанавливают и возможных лиц, причастных к ЧП. По оценке специалистов, сбор горюче-смазочных материалов на участке реки Тьмаки займет несколько дней. Ведутся работы по ликвидации загрязнения. Благодаря неравнодушию жителей района и быстрой реакции соответствующих служб, удалось избежать серьезных последствий загрязнения.